Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня со специалистом по вопросам системы здравоохранения Акакия Мзуица поговорим о проблемах, которые вызвал коронавирус в сфере здравоохранения. Здравствуйте, Батуна Акакия! Здравствуйте! Я журналистка радио НОР, минус Митцерапчиного радио Анаит. Я вам, как эксперт в сфере здравоохранения, несколько вопросов, связанных с коронавирусом. Вот как вы оцениваете ситуацию, связанную с коронавирусом в Грузии в целом? Вот по-вашему, какова ситуация на данный момент? Да, приветствую радиослушателей, приветствую вас. Ну, сейчас, конечно, ситуация, которая сложилась, вызывает опасения эпидемиологические с эпидемиологической точки зрения, потому что число, которое выявляется каждый день, я бы сказал, это уже на грани, на той грани, после которого, в принципе, уже система здравоохранения будет испытывать огромные сложности в связи с управлением той нагрузкой, которая сейчас приходится на систему госпиталения, на систему первичной медико-санитарной помощи, на скорую помощь, на все, я бы сказал, звенья системы здравоохранения. Потому что если эта ситуация, тот же темп распространения инфекции сохранится, это, ну, через еще неделю, 10 дней, я бы сказал, это будет уже, может провести коллапсу системы здравоохранения. То есть, по-вашему, хватает ли места в наших больницах и медперсонала? Какова вот эта ситуация? Уже это проблематично. Ну, понятно, с одной стороны, мы, в принципе, госпитализируем всех больных, которые на начальном этапе, у которых была инфекция. И до этого появилось такое, так сказать, ожидание со стороны наших граждан, что в случае выявления инфекции и подтверждения теста, они автоматически будут госпитализированы. Вот это отношение сохраняется пока что, и нужно это изменять, потому что только 15-20 человек из 100 инфицированных реально требуется для только 15-20 человек, требуется госпитализация и госпитальный уход. Остальные могут и лучше им оставаться на дому и уход на дому, или там, если у них нет возможности изолирования от своих, от членов своей семьи, то COVID в гостиницах является наиболее предпочтительным вариантом для ухода за такими больными, вместо госпитализации. Потому что для госпитализации, для госпитальной койки нужно, эти койки нужны для тех, которые реально в этом нуждаются, и которые у них сложности, там, хронические заболевания, риск, проблемы с дыханием и так далее, тем, которым понадобится, реально требуется каждодневная помощь. То есть для тяжелобольных. Да, для тяжелобольных. У нас где-то в два раза больше сейчас больных, которые лежат в больнице, чем реально рекомендуется в связи с COVID-19. Так что это одна сторона. Но еще раз подчеркну, что если развитие инфекции, темп развития инфекции и распространение инфекции будет сохраняться на том же уровне, который на уровне, чего является сегодня, то уже система, даже если будет только укладывать тяжелобольных, не сможет справиться с этим количеством больных. А вот какова, по-вашему, ситуация в регионах, связанная вот с этим? Потому что у нас есть COVID-центры, и у нас, например, в Ниноцминде неделю как открыли, закрыли родильное отделение, чтобы открыть COVID-центр. Потому что наши больные, кто действительно нуждалось, им нигде не было места ни в Тбилесе, ни в других местах. Но нет медперсонала, например. Потому что те, которые были, и так у нас был дефицит, но сейчас они инфицированы, и в изоляции один лишь врач остался, и два-три медсестры. Как по-вашему... Это огромная проблема, огромная проблема. Медперсоналы являются самым слабым звеном в этом случае, потому что у них повышенный риск. Они инфицируются пропорционально выше для сравнения с генеральной популяцией. Из-за этого, конечно, вот та ситуация, которая сейчас сложилась в Ниноцминде, это является наглядным примером той проблемы, той огромной проблемой, которой являются медицинские работники. Ну, в этом случае, наверное, министерство должен направлять дополнительную, так сказать, медицинскую бригаду для нужды местного населения. Потому что единственным выходом в этом плане, конечно, везде не хватает медицинского персонала, в особенности реаниматологов, в особенности медсестер. Но как-то нужно перераспределять, и, конечно, это должно быть организовано с помощью медицинского здраво и регионального представления, представительство которого, бездраво в вашем регионе. Они должны постараться перераспределить ресурсы, включая человеческие ресурсы, так, чтобы больные, тяжелые больные не остались. Ну, конечно, нужно, наверное, будут переводить наиболее тяжелых больных, но все равно сейчас главная, сейчас нагрузка пойдет на именно первичные медико-санитарные звены, которые должны управлять по телефону, они должны, эти доктора и медицинские должны управлять. Много больных, которые будут оставаться на месте дома и давать квалифицированные советы насчет ухода и, если появляется опасная симптоматика, чтобы вовремя направили скорую помощь и вовремя госпитализировали больных. Так что вот в идеале вот так должна работать эта система. Вот есть система, да, куда можно написать свой пиратный номер и узнать, кто твой семейный врач. Но с этим тоже у нас уже есть проблема, потому что я знаю уже нескольких людей, которые как бы в базе данных, их нет. Что вот этим людям делать? Как бы тоже не надо. Ну, они должны скорую помощь позвонить и уже или по hotline, который является вот эта горячая линия министерства, которая должна и помочь, и, наверное, зарегистрировать их. Потому что эти люди, которые можно так в кавычках в мирное время не были зарегистрированы на уровне поликлиники, их не регистрировали, их не взяли на учет соответствующую поликлинику, соответствующую семейного врача. И сейчас им не понадобилось и для вакцинации, для других целей услуги семейного врача. Да, таких людей, к сожалению, немало. Так что им единственный вопрос, тогда уже выходом остается, чтобы они позвонили в 112 скорую помощь или по горячей линии, там 144, по-моему. Это еще есть там на веб-сайте МИЗРАВА. Также есть еще дополнительные номера, к которым они могут связаться и им дадут соответствующие. Там есть еще онлайн-клиники, которые для всех. И по регионам должна быть одна клиника семейных врачей. Я в этом случае подразумеваю телефонная клиника, которая обслуживает всех, должны доставлять советы всем пациентам, вне зависимости от их места регистрации. Так что это является еще одной возможностью. Как Вы думаете насчет того, что вот скорая помощь не ко всем едет, получая вызовы, они узнают, да, если есть все симптомы, связанные с коронавирусом, они отказываются ехать к этому пациенту. Вот, но что делать за этим пациентом? Умирать, что ли? Нет, из-за этого нужно связаться с семейным врачом, и они должны предоставить им, так сказать, советы по уходу. Еще раз говорю, что 95-90 человек из-за 100 должны все равно оставаться дома и постараться, так сказать, как я уже говорил, уже получить советы от семейного врача насчет ухода на дому. Если нет, то у них возможность изоляции, они должны переходить к ковид-гостинице. Вот, это действенное, так сказать, в этом плане сейчас способ действия. Ну, хоть и слухи, что уже как бы есть испытанная вакцина, и она доступна. Вот, а доступна ли эта вакцина будет для Грузии, и сколько будет стоить для жителей страны? Для жителей это ничего не будет стоить, потому что государство заплатило 14 миллионов долларов за 700 тысяч доз вакцины. Но когда будет доступна? Это… Да, сейчас вот как раз вот уже две очень… Проблик надежды в этом плане, конечно, есть, потому что две уже, как по предварительным данным, очень эффективных вакцин уже заканчивали, заканчивают испытания, и они должны уже получить разрешение на неотложенное применение, начиная уже с декабря этого года. Но до Грузии, наверное, дойдет только до том количестве, в котором, так сказать, мы говорим, чтобы было доступно для каждого человека, а не только для группы риска, такое не будет раньше, чем в лучшем случае сценарий до лета следующего года. А эффективность вакцин будет приятного? Пока что предварительные данные очень обнадеживающие. Я бы сказал, что 90-95% эффективности – это очень-очень-очень высокий уровень эффективности. И по предварительным данным также видно, что иммунитет будет более-менее устойчиво, хотя бы на 10 месяцев, как, например, для случаев гриппа. Минимум 10 месяцев, может быть, и больше. А вот насчет тестирования. У нас тест стоит 150 лари, если ты пойдешь, захочешь сделать себе тест. И поэтому… Да, я вообще не советую. Если есть симптомы, можно так и так сказать, что это COVID и все. Чем реально тратить 150 лари на это уже не имеет смысла, потому что распространение уже… Ну, в центральных, больших городах уже достаточно высокое. Может быть, не такая… Сколько у вас там? Я еще не смотрел. Сколько у вас случаев? А случаев очень мало. Только вот тесты… Да, ну, в вашем случае, да. Наверное, тогда можно сказать, что это не случай COVID. Сейчас это около 100 инфицированных в целом, но многие, правда, излечились и смертность тоже есть. Где-то около 9 человек. Но реальная картина вообще совсем другая у нас. Все больные, у кого слышишь, большинство болеют, симптомы такие же, как у коронавируса, только они говорят, 150 лари у нас нет, чтобы заплатить. То есть, вы уверены. И говорят… Должны они, да. Подразумевается, что у них, наверное, есть заболевание. Они должны… Ну что, только симптоматическое лечение сейчас в реальности. Такого лекарства, к сожалению, пока не будет вакцины. Нет. Так что, действительно, нужно принимать жидкости, нужно общий, так сказать, укрепляющий иммунитет и все. А другого… И симптоматическое лечение, если, конечно, нужно очень важно следить за тем, чтобы не было тревожных признаков. А тревожные признаки – это учащение дыхания больше 30, нужно посчитать в минуту. Это риск, факторы риска, которые там, если есть комбинированное. Там диабет, высокое давление, высокий вес. Вот эти три фактора являются наиболее тревожными. А остальное, так сказать… Еще раз говорю, из 100 человек 85 переносят или с минимальными симптомами, или без вообще всяких симптомов. Так что, в этом плане, конечно, это обнадеживающе. Но, не знаю, если сейчас уже и быстрые тесты ходят, так что можно звонить… Я так понимаю, что у скорой должно быть также и возможности, и также в первичных амбулаториях сельских должна быть уже возможность… уже вот последнюю неделю, у них должны быть также, так называемые, быстрые тесты, которые бесплатные должны быть. Так что, не надо платить 150 лари на частный тест. Если является контактом человека, близким контактом, первого рода, так называемым, да, 15 минут в закрытом помещении, больше 15 минут с подтвержденным случаем. Вот это является контактом первой степени. Вот для них бесплатное это тестирование будет, так что они должны, если угодно… А так, я бы сказал, посоветовал, что если они знают, что такой контакт у них был, то с огромной долей, ну, очень высокая вероятность того, что у них COVID есть. Да, у нас есть тоже быстрые тесты, вернее, делают, но только тем, кто с симптомами идет. Есть люди, у которых особой такой температуры, например, нет, чтобы убедились, что симптомы, делать быстрый тест. В любом случае, на седьмой день должны быть, они делают после контакта этот тест. Раньше не имеет смысла все равно. А если на седьмой день у них выявляется симптом, они должны сказать, что это в принципе COVID, и все. Да, ну, есть случаи, в которых есть все симптомы коронавируса, но тест показывает, что у них отрицательный. Вот как можно… То есть, может, тест… То же самое, не просто есть у них, может быть, такое тоже есть. Можно даже PCR, в тот момент вырос не выделяется, это возможно, так что… Есть потери, например, вкусовых и потери запаха, есть температура, но тест показывает, что отрицательный. Так, обыкновенное, так сказать, переохлаждение или там грипп тоже никто не отменял. Это тоже возможно, чтобы был не COVID, потому что это зимнее время, и есть возможность того, чтобы переохлаждение и, соответственно, простуда также есть. Да, это возможно, те самые симптомы очень похожи. Но еще раз говорю, здесь должна быть анамнез решающий. Если у них был контакт вот такого рода, как я вам говорил, с подтвержденным случаем COVID, тогда это с большой вероятностью это именно COVID, даже если тест не показывать. Потому что он может на пятый день, седьмой, девятый, двенадцатый день может тест показать. Если у человека очень легкой формы, то они могут выделять достаточное количество вируса, который бы уже попал в тест. Так что с этой точки зрения, еще раз, главное, чтобы просто зарегистрировать себя и позвонить и узнать, где они, кто у них семейный врач. Если нет врача, то, еще раз говорю, горячая линия, бездравая или на 112. А по-вашему, вот что можно сделать, чтобы как-то уменьшить распространение коронавируса? Потому что у нас уже в стране запущено… Ну, это единственное, это уменьшить мобильность людей. Особенность, конечно, вот из-за у нас выборов и политического процесса была огромная мобильность. Даже если не было акций, то активность людей, встречи предвыборные, все это, конечно, имело значение. И мы реально видим сейчас результаты вот этой мобильности. А сейчас нужно уменьшить эту мобильность по возможности очень активно. Так что это главное в этом плане. Спасибо большое. Это уменьшение мобильности с помощью того, чтобы ввести какие-то ограничения. Ну, у нас уже есть ограничения по массовым, так сказать, мероприятиям. Но должны быть дополнительные ограничения, которые связаны, например, с работой некоторых учреждений, которые не являются основным и не обложенным, так сказать, инфраструктурой. Или там ни аптека, ни продуктовые магазины, а другие. Так что на некоторое время. И может быть ограничение международной, так сказать, связи. Также не связи, а перемещение на некоторое время, ненадолго. Нужно осуществить ситуацию и немного, еще раз говорю, снизистем распространения, потому что это самое главное сейчас. Никакая система не сможет противостоять такому типу распространения, который сейчас у нас в стране. Но, по-вашему, пик у нас прошел или все еще впереди? Все впереди, пока что это на повышающей основе. Так что, если мы не введем эти ограничения, то пика мы не достигнем пока, к сожалению. А насчет масок. Вот, обязательно должны носить маски даже на улице. Как вы считаете? Абсолютно, абсолютно. Потому что, да, потому что при встрече не всегда успеваешь надеть маску, если человек… Потому что не всегда… Даже при близком разговоре, даже на открытой местности возможно заражение, если громко говорим между собой. Тем более, еще раз говорю, что если там человек… Все еще некоторые, которые не верят, и обнимаются, и целуются, и так далее. И иногда у человека, может быть, и сам хочет, чтобы он соблюдает все меры предосторожности. Но если человек подойдет и обнимется, то он не всегда успеет, так сказать. Очень… Потому нужно и в открытом местности, а не потому что… Только по этому вопросу, в особенности, если вам приходится находиться на месте, даже в открытом пространстве, где-то, где очень много людей, все равно плотность людей и плотность общения очень высокая, даже на открытом местности. Просто есть одна проблема. У нас, если купили одну маску, то месяц носят эту маску. У людей же нет столько денег, чтобы каждые полчаса менять маску. Ну, извиняюсь, но можно из ткани дома, у всех есть ткань, сделать маску, которую можно будет стирать. И потом, опять же, если есть желание, то найдется возможность, и не нужно за это тратить много денег. Можно и эта маска тоже защищает соответствующие, которые имеют из соответствующей материи. У всех эта материя дома есть. И они могут маску сделать, пришить, ушить там. Или соседа попросить, чтобы они немного там пришили нормально. И уже носить все это можно уже стирать. Хотя бы, ну, если не каждый день, то каждый второй день. И реально это уже будет все равно защита. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!